По традиции удивили мощные программы гостей легендарного Калужского рок-подвала. Он снова зазвучал, а точнее отгремела концертная программа в новом месте в гостиных рядах. Репертуар, хиты рока 70-х и 80-х. Как это было и чем будет удивлять андерграунд-место в ближайшем будущем в музобзоре Анастасии Климовой. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Совсем недавно у группы появилась солистка-певица Крис Кайзен, она же Кристина Саидова. Девушка из Москвы, но разные города не мешают коллективу репетировать и исполнять свою музыку. На самом деле, если ты хочешь что-то сделать, если ты чем-то горишь, и это тебе нравится, то, возможно, все. И «Километр» для нас не помеха. Самое главное – это дружба и это рок-н-ролл. Для меня «Калуга» – это вообще вдохновение. И это именно та самая музыка, с которой начался мой путь в рок-н-ролл. И она очень олдскульная, но при этом она очень прогрессивная. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дом, где живет музыка. Именно так описывает рок-подвал его создатель Валентин Черняк. В уникальном музее приветствуют все музыкальные стили. Их и исполняют на протяжении сезона. Также здесь можно найти винтажную технику, постеры, мини-библиотеку, множество виниловых пластинок, фотографий и автографы знаменитых гостей клуба. Эти творческие встречи проходят на базе именно музея рок-музыки. То есть, соответственно, атмосфера совершенно другая. У нас нет такого понятия концерт. У нас в зале сидят музыканты, на сцене музыканты. И самое главное – это общение между ними. Общаться и встречаться в рок-подвале музыканты и поклонники рока будут до июня. А самую интересную программу организаторы обещают на новогодних праздниках. Анастасия Климова, Ольга Нестерова, Алексей Пехов, телекомпания НИКО-ТВ.